Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кстати Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПОЛЯТИ Субтитры создавал DimaTorzok Д System к русским, так и к немцам. Но культуру изучают в школе. В разведении зарубежная литература. Как вы думаете, вот, ну это же при том, что они же не воюют, там, шесть лет в России, да, то есть, ну, замаскированная война у нас такая, скрытая, замаскированная. Ну, не тотальная такая чуть-чуть. Ну, понятно. Гибридная. Гибридная называется, да. И это интервенция самая обыкновенная. Ничего там гибридного нет. Да. Интервенция бывает открытая, скрытая и замаскированная. Так что тут как бы ничего нет. Ничего тут такого нет. То наши политики, чтобы не называть эти советские термины, социалистические, коммунистические, придумывают всякую дурню. А надо называть вещи своими эпинами. Оно так проще и понятно. Как вы думаете, вот это вот событие, вот эти все, они наложат, ну, смотрите, в Украине за последний, ну, как бы, смотрите, с 90 года в Украине выросло поколение людей, которым сейчас 30-35 лет, которые выросли в независимом государстве. Хорошем, плохом, ну, неважно. Но они выросли, да. И другого государства они не знают и не помнят. Ну, что-то там, да, это было тогда, было сейчас. Для этих людей, да, то есть, ну, как бы, было без разницы, в принципе, как бы, на каком они там на времени языке, на каком языке учились их дети, да, то есть, ну, было в основном без разницы все. Ну, отношение к Российской Федерации, ну, и к россиянам было прекрасное, да, то есть, чудесное. Ну, вот у меня было такое же, то, великолепное, да, то есть, к Российской Федерации меня известно. Как государство. А после 14-го года, ну, был такой культурный шок. Понимаете? Шок. Да. А у некоторых и не только культурный шок. Понимаете? Вот когда нам, мы поняли одну простую, что в России очень много граждан, которым все равно кого убивают. Ну, просто, без разницы. И без разницы, по какой причине. Просто нравится одни, другим. Просто прикольно. Третье, у третьих какие-то есть интересы. И они готовы ради этого пустить кровавую южку тысячам людей. Ну, ничего. Ну, это я понимаю. Так это просто, вы немножко отвлеклись от темы, значит, замещения культур. Вы так вот начали, что... Да, не будет никакого замещения. Просто российская культура уйдет на нет. И чем дальше, чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет и лучше. Ну, уйдет. Какая культура займет ее место? Никакая. А какая? Вы считаете, что у вас там... Послушайте. Вы считаете, что в вашей стране есть какая-то охеренная культура, которая просто вообще по всем культурам культура. Не смешите меня. А в какой? Вы разве спрашивали, в какой стране я живу? Ну, я говорю, в России. В России есть такая офигенная культура, которая всем культурам культура. Ну, безусловно, русское лингво-культурное поле намного выше, чем укра-лингво-культурное поле, хотя оно и не самое высокое, как учили бы нас при коммунистах. Безусловно. Оно уступает и англосаксонскому, и отчасти немецкому, но все-таки находится в пятерке важнейших и крупнейших в мире, а ваше обладает deep inferiority, и, в общем-то, тут даже сравнивать нечего. А и не надо никакой другой культуры. Не нужна русская культура. Просто не нужна. Ну, я вас понял, что не нужна. Вот вы убираете русскую культуру. Какую ставите вместо русской? Никакую ставим. Остается мне в душу есть. Будем учить немножко белорусскую, будем учить свою, лучше. Будем учить молдавскую, немецкую, больше иностранную. Можно учить древних философов, знаете, можно учить римское право. Можно учить очень много разных вещей, которые было выкинуто исторически из образования. Да, допустим, греческую культуру. Ну, и много-много другого. Ну, вот это уже ответ, что греческая культура. А то же, я думал, вы будете нажимать на свою культуру, которой, в принципе, у вас укрокультуры нет. Смотрите, когда освобождаются какие-то часы, да, то есть учебного процесса, то, поверьте, есть чем заменить. Ну, раньше, знаете, вы учили латынь, там еще что-то делали полезное. В СССР этого не делали. Ну, я понимаю, я понимаю. Историю можно учить, которая очень поучительная штука. Ну, реально, как бы, да. И средние века, допустим, и Греция, древняя история, как бы. Соответственно, философы, их труды можно, как бы, детям преподавать. Интересно ведь, на самом деле. Мы с вами, я, по крайней мере, этого не учим. Вы учили в школе? Да нет, ну, в школе этого не учили. А кто учился на философском факультете, они учили. Наверное, нет. Ну, а почему в школе не преподавать, не заменить это все? Ну, и так далее. То есть, на самом деле, есть чем заменить ее. Ну, я, нет, ну, я, 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 я вашу мысль понял, я, я, я вашу мысль понял. Я же, я же не возражаю. Я акцептировал ваше мнение, все понятно. Понятно. Не будут заставлять читать Толстого, не будут заставлять читать Пушкина, не будут заставлять, заставлять читать Лермонтова. Вот скажут, что были такие поэты. И кто хочет, пожалуйста. Не, ну, это я понял. Ну, окей, ладно, я вашу мысль понял, я вашу мысль, так сказать, акцептировал, что вы имеете такое мнение. Ну, окей, еще какие-нибудь вопросы есть ко мне? Так вам какие вопросы Не болейте Ну тогда всех благ Я что так плохо выгляжу Нет почему плохо или хорошо Я просто не вижу Вы же очки одели шапку на голову Ну это у меня имидж Ну окей ладно Спасибо Да спасибо Спасибо за беседу Да дурака валяй Разговаривать Разговаривать Почему же тогда Утилитарным государством Правильно? Утилитарное государство Правильно? Великобритания Утилитарное государство Германия Утилитарное государство У них есть один Без лишнего шума Узнай кто сейчас здесь Стримит Зарабян Первый секретарь Армении Первый секретарь обкомов Камчатского Белгородского И Волынского Воробьев из Краснодара Приедет завтра Ага Вот с ним и Зарабяном Завтра Совместный стрим Это очень опасно Хохлов и Леню Пока тоже держи на прицеле Они могут переметнуться И нас подставить Но ты мне улица родная И в небогоду дорога Субтитры создавал DimaTorzok